Читинский фильм «Дети 90-х» звукорежиссеры знают от первого до последнего стука, ведь картина полностью дублирована. Голоса актеров записали еще за месяц, а вот на начинку фильма миллионами других звуков ушло всего две недели. Работали без отдыха, а иногда даже без света. У нас на студии выключали свет, это просто было какое-то, не знаю, такое чувство, как будто это был заговор какой-то, или нас как будто сглазили, мы уже сидели и не знали, что думать. Реально, сидим, работаем, ночь, вырубают свет, мы просто не знаем, что делать, сидим, ждем полчаса, ждем час, времени нет, потому что все горит, работы еще очень много. Мы просто сворачиваем аппаратуру, едем к нашему оператору. 40% мелодий, от лирической до трагической, были записаны заранее, но все же большую часть композиции Владимир Нечаев писал в процессе. А чтобы наполнить фильм звуками природы, проезжающих машин, стуками дверей и половиц, пришлось использовать библиотеку звуков из интернета, а иногда и озвучивать самим. Мало того, именно от ребят зависело, пройдет ли фильм цензуру. Один из актеров картины никак не мог избавиться от матершиного слова «паразита». Нам приходилось его как-то вуалировать, то есть он же на видео открывает, в этот момент рот что-то говорит, то есть просто отрезать его нельзя было. Вот, и мы частично вставляли где-то блин, ну то есть нормальный блин, вот, где-то просто, ну так, нех, заживу, чуть-чуть. Вот, и ребята в шутку тут называли его «масленица». Почему? Потому что много блинов слишком. Дошинкой вообще не вопрос, блин. Решим, без проблем. Работа со сценаристами фильма строилась на полном доверии, говорят ребята, и все же без драки не обошлось. Михаил Носко и Максим Юсупов предложили звукорежиссерам ненадолго перевоплотиться в бандитов, которые пришли на разборки в подпольный и горный клуб. Больше всего досталось Никите Ельчину. В ходе съемок ему решили дать роль охранника. Сначала его били, короче, спортсмены, когда он был плохим парнем, а потом, когда он стал охранником, его я бил. В общем, его два раза побили. На самом деле снимали это не с первого кадра, поэтому нас били, наверное, часа два. Трек звукорежиссера фильма и по совместительству рэпера Китоса сколько лет был написан ранее, но идеально подошел для титров. Кстати, после выхода дети 90-х за творчеством ребят из Олнете встали следить многие. К сожалению, признание слушателей – это пока единственное вознаграждение режиссерам. За свою работу от организаторов фильма они до сих пор не получили ни копейки. У нас еще не закончился контракт по летам 90-х, поэтому мы еще с ними будем встречаться. Мы передаем большой привет. Валерия Квашнина, Анна Кулигина, Запад ТВ.